Очень запомнились лекции владыки. Это отмечают, наверное, все семинаристы, потому что прямое, живое, личное общение с архипасторем помогает построить собственный образ отонесения проповеди. Было примеров для проповеди, но самый яркий, самый живой, наверное, был владыки. Мне кажется, он никогда так тщательно не заучил проповеди. Он всегда говорил то, что было на сердце. И вот милостью Божьей, как в Писании написано, когда будете отвечать, то не думайте то, о чем вам говорите бы. Я дам вам что сказать, и никто не сможет вам отвечать. Владыка меня крестил в 1982 году в Никольском храме. Мне было тогда 8 лет, и почему-то запомнился только его голос и руки. И вот через много лет на помазании, на всеночном бдении я вспомнила и этот голос, и его руки, когда он меня благословлял. И это было так трогательно. А я помню, как после одного из спектаклей нашей театральной студии владыка ко мне подошел, взял за плечо, улыбнулся и сказал «Ну чего, быть тебе священнослужителем!» До сих пор помню эти слова. Кто знает, может, в скором будущем я окончу духовную семинарию. Я вспоминаю тот день, когда я в первый раз должна была зайти в кабинет к владыке. Я просто тряслась от страха. Раздеваясь, с грохотом уронила вешалку, споткнулась на пороге и чуть не упала. Не могла взять себя в руки. Я никак не могла ожидать, что архиерей, метрополит, может быть столь доступен для простого человеческого общения. Через две минуты пребывания в кабинете все страхи развеялись. Владыка больше моей бабушки всегда переживал с Италии. Отец Анастасии из Болга рассказывал, что однажды они с его товарищем из другой митрополии на прием к владыке собрались. Товарищ приехал из другого города и понял, что забыл подрясник на парковке епархии. Опаздывать было нельзя, и они решили так пойти. При встрече он очень извинялся за свой внешний вид. Но владыка совсем не смутился, пошел в свой кабинет со словами, что у него где-то завалялся один подрясник. Он его надел на этого парня без задней мысли. А тот разрыдался, как ребенок, и не мог поверить, что ему с архиерейского плеча достался подрясник. Первое мое более близкое знакомство с владыкой было на его День Ангела. Ребята подготовили калаш с фотопоздравлениями. А уже после службы в Зеландовом монастыре мы преподнесли подарок дорогому владыке. Я не сказала ни слова, а только смотрела на его горящие любовью и добротой глаза. И именно в тот момент я поняла, что наш владыка – человек любви и добра. Когда мне было 17 лет, я только начал самостоятельно ходить в храм. Путь во церквление был начат с Никольского кафедрального собора города Казани. В День памяти равна апостольного Владимира я причастился и обнаружил, что к Петропавловскому собору с плакатами о возвращении храмов верующим собираются идти прихожане. Я тоже взял плакат, и мы пошли на пикет к планетарию. Когда в Петропавловском соборе возобновились богослужения, я попросил благословения у владыки помогать в алтаре. В то время владыка относился ко мне как отец. Жаль, только духовника в те времена у меня не было. И можно сказать, что тех надежд, которые возлагал владыка на меня, я в то время не оправдал. Спустя годы, в 2012 году, через 12 лет, как я уже был иереем, мы с духовенством благочиния встречали владыку в Пестрицах. Впервые в жизни я принимал архиерея в церкви, где был настоятельным. На собственном опыте знал, что владыка милостив и долготерпелив. Но от волнения в ту литургию я даже забыл возглас мирной ектинии. Спутал. Владыка тихо и строго сделал замечание. Все батюшки на литургии стали угрюмые, нависла туча, но полы церковные подо мной так и не разверзлись. Вдруг к завершении богослужения владыка в обращении к прихожанам сказал добрые слова в адрес местных батюшек и в мой адрес тоже. Я ждал этого всю жизнь. Хотел, чтобы его разочарование сменилось на что-то лучшее. У меня есть дорогая мне фотография 11-летней давности. На ней мы, молодыми девчонками, пробовали себя на роль инокинь. Смешно сейчас, имея троих детей, вспоминать свое рвение к монашеству. У Господа свои планы. Это скит Елабужского монастыря Анзирка, сентябрь 2004 года. Тогда, готовясь к приезду дорогого владыки, мы не спали почти всю ночь. В конце обучения владыка меня вызвала, спросила, есть ли у меня такая благочестивая девушка на примете, которая могла бы стать матушкой. Я говорю, владыка, да, есть. Владыка календарь скрывает. Ну, посмотри, давай вот, у тебя будет 8-го, 3-5-го числа июня свадьба. Я такой, владыка, как, у меня отпуска не было очень давно, я еще денег на свадьбу не заработал. Владыка тогда сказал, ну, говорит, ты знаешь, надо в Кощаков ехать, вот, там приход пропадает. Вот, а на свадьбу тебе денег, говорит, соберем. Вот, и действительно, владыка сделал такой вот подарок, он очень большую часть. У меня супруга работала в библиотекаре, вот, в храме яростовских чайотворцев в Казани. Ей выдали премию на приходе. Видимо, владыка, наверное, попросил. Вот, и мне выдали премию. Вот, мы их сложили, и получилась такая маленькая студенческая семинарская свадьба. Я проводила факультативные занятия по ОПК для глухих детей. В то время я и мои коллеги вспоминаем, как самые светлые и счастливые. И действительно, это было так. Кроме занятий, на каждый праздник Рождества Христова и Пасхи мы готовили спектакли, и вы, дорогой наш владыка, были на них самым желанным гостем. За тот период времени вы много раз приезжали в нашу школу. Как только начинались репетиции праздничных спектаклей, дети начинали спрашивать. А добрый дедушка приедет? Да, для глухого ребенка трудно выучить слова владыка или архиепископ. Им трудно говорить из-за отсутствия слуха, но они слышат людей сердцем. И вас они тоже услышали и полюбили. У меня самое желаемое послушание было, потому что так вышло, что мы с братом, как вы заметили, уже очень похожи. И, пользуясь своей выхожестью, владыка нас поставил подиаконами, то есть помогать им при богослужении. И видели, как он молится, как он предстоит перед престолом, как он позносит свои молитвы за нас, его детей, за семинаристов, за церковь, за татарстанскую паству свою. Владыка открыл мне дорогу в будущее. Он дал мне возможность освещать наши мероприятия в средствах массовой информации. И благословение его помогло выбрать свой путь фотографа, съемку православных праздников и мероприятий. Более того, я беспрепятственно фотографировала его в неформальной обстановке на богослужениях, веду своей профессии, которую я тоже решила посвятить служению Богу. Благодаря этому я стала координатором крупной выставки «Вера в объективе современника». Мне посчастливилось принимать и рассортировать присланные фотографии, большинство которых принадлежало обычным прихожанам. На многих был и владыка Анастасий, что показало большую любовь людей к нему. Именно его мы ждали на все праздники, переживали, если он не мог нас посетить, искали встречи с ним, молились и молимся о нем. Мы – это я и моя семья, в том числе и дочка, с младенчества любящая владыку. Если он служит, то она впереди всех стоит к чаше. А ведь это он осветил первую в Татарстане православную гимназию и благословил нас на первый учебный год. И много, много, много того, чего не скажешь. Владыка, спасибо вам за мое второе рождение. Никогда не забуду, когда у меня всякие сложности были, когда у Владыка приходит, что ты так лохматно выглядишь, короче, что ты на тебе денежку иди, подстригись. Ну и вообще всегда, Владыка может быть с любым просьбой, с любым самым даже, как казалось бы, значительным вопросом. Он все выслушает, все поможет, объяснит, и даже поможет. Не только как-то там словом, советом, но и материальным, или даже как-то вот всегда помогал. Архиерейские службы всегда были для меня чем-то особенным и важным. Их я ждала с особенным трепетом и всегда старалась по возможности причаститься в этот день. На службе, в каком бы уголке храма ты ни стоял, всегда чувствовалась любовь, ощущалась особенная благодать, и сердце внутри замирало от радости. Очень сильно запомнился пример, когда мы все собирались на трапезы, и Владыка всегда приходил к нам на ужин, даже завтракали вместе после богослужения. Владыка ел с нами, как говорит, из одного котла. То есть вот такого примера очень надо поискать. Этой весной я была у родных в Казани и посчастливилась быть на службе в царицинском храме, когда служил Владыка. Когда подходила к кресту, то попросила благословения на дальнюю дорогу. Столько доброты увидела в его глазах и участия. Спасибо Господу за эту встречу. Я помню, как увидел однажды Владыка во дворе своего дома с щенком в руках. Собачка привязалась к нему по пути из епархии, и увидев, что она дрожит, Владыка стал согревать ее. Когда я спросил, что будете делать дальше, он ответил. Хотел сходить за едой для нее, но как только я ее отпускаю, она начинает мерзнуть. Вот сижу и грею. Сходи ты. Так собачка обрела дом и тепло, а я – частичку добра. Это было примерно в 2006 году. После спектакля театральной студии «Сказ» в воскресной школе прихода преподобного Серафима Саровского Владыка, благословляя всех после спектакля, назвал меня самой красивой принцессой. Это мелочь, но она запомнилась. Я потом еще ходила, хвасталась, и мне сказали, что я еще и скромная самая. Владыка Анастасий всегда доброе слово находит, даже на такие пустяки. На службах в церкви я много фотографирую для сайта благочиния. И когда я впервые увидел митрополита, то в руках моих, конечно же, был фотоаппарат. Зазвонили колокола, я настроил выдержку, уверенно навел камеру и… Почти сразу ее опустил. Столь неуместными мне показались вдруг все эти мои фотографии. Владыка стремительно вошел, встал посередине храма в толпе прихожан и сразу же начал в полголоса молиться. Он внимательно смотрел куда-то вперед и вверх на восток. И губы его еле слышно произносили слова, обращенные, видимо, к Богу. И чувствовалось что-то такое высокое, заботливое в архиереи, что-то именно пастырское. Вот он стоит в каком-то еле уловимом единении со всеми нами и в то же время один, как большая птица среди птенцов, и молится так, словно крыльями накрывает. Однажды на имя Владыки пришло письмо. Дорогой митрополит Анастасий, Ваше Высокопреосвященство, здравствуйте. Вас беспокоит Захарова Надежда Дмитриевна из города Казани, из приюта. Причиной беспокоить вас послужило то, что к нам приезжали из православной церкви, и чтобы нас исповедовать и причастить. Мы все и всем были очень довольны. Нам прочитали молитвы, исповедовали и причастили. А затем раздали пасхальные яйца, Пасху и Святую Воду. Спасибо вам, Владыка, за заботу. Как-то было слишком тяжело. Не было у меня такого духовника, чтобы вот прям был мой. Через форму обратной связи написал на сайт тогда еще епархии и попросил, если можно, буду исповедаться. У, опять-таки, тогда еще архиепископа Анастасия. Объяснил всю ситуацию с подробностями. Мне пришел положительный ответ. Надо было подойти в Петропавловский собор во время его службы и напомнить о себе. Пришел, испугался и не смог подойти. После службы он сам вышел из золотаря, но с ним начала разговаривать женщина. Видимо, ей было намного нужнее, чем мне, судя по ее словам. И я не стал напрашиваться. Я попросил благословения. Помню, как его большая рука коснулась моей головы. Помню, как звал меня, выделявшегося из толпы, подходящего к кресту бабушек-подростков семинарию. Помню, сидящего с непокрытой головой в нашем алтаре. Помню, каким он показался тогда хрупким и уязвимым. Помню, как перед новой работой не успел никого благословиться на нее, и в первый же день меня отправили готовить репортаж о священии архиереем новой церкви. Так что благословение тогда я получил апостольское. Помню фотографию на стене роскошного Покровского собора в Елабуге. Совсем еще молодой. Служит в этом же храме, но еще совсем разрушенным. Фотография, как символ целожизненных трудов, всетатарстанского попечения и осязаемого результата служения. Помню слова о нем, любовь и какой-то неперерекаемый авторитет владыки у всех моих друзей, молодых батюшек. Кто-то исповедался исключительно у него, кто-то шел из его кабинета и, как всегда, на крыльях летел. Кто-то плакал вместе с ним на литургии. Кто-то говорил, что он один из немногих архиереев, кому можно, не боясь, прийти на прием и поговорить. Одним из самых светлых моментов лагеря, конечно же, был приезд владыки Анастасия в Макаревский монастырь. Мы, насельники лагеря, как могли вездесущей грязи, перевели себя в порядок и с радостью отправились на праздничную литургию. Благополучно спустились по крутой дороге и были на месте. После службы, вернувшись назад в лагерь, мы узнали, что к нам придет владыка. Владыка пришел к нам по той самой крутой, скользкой дороге, по грязи, пешком. Осмотрев наше поселение, он пообщался с нами. В этой беседе был очень живой интерес и безграничная любовь. Одной из самых сложных и тяжелых работ является работа с молодежью. Но владыка Анастасия нас всегда поддерживает, наставляет и вдохновляет. Священники одного прихода принесли в храм раненую, попавшую под машину собаку. Пес был в очень плохом состоянии, нуждался в длительном лечении и уходе. Об этом случае рассказали владыке. И он, конечно, попросил батюшек не бросать животное, оставить его жить при храме. Четвероногого друга выхаживали всем приходом. Заново учили ходить, ежедневно привозили в храм ветеринаров. Когда пес пошел на поправку, батюшкам удалось найти его хозяев, которые все это время искали его и очень за него переживали. Так, благодаря доброте, пес вернулся в семью. Он был для нас тем примером, который был эталоном священства, эталоном пастерства. Он объявил нам образ того, чем должен являться каждый человек, тем более священник. Он объявил пример кротости, смирения, мудрости. Был нам вместо отца, вместо матери. Наш дорогой владыка, митрополит Анастасий. Архипастер и просто человек пред очами божьими. Вот если бы мы вот так, как этот объектив фотокамеры, хотя бы иногда смотрели на наше священное началье. Может, и увидели бы вершину айсберга тех забот, что несут как крест наши духовные пастыри. Мы бы тогда и любили бы больше, и понимали бы глубже, и осуждали бы меньше. Мы любим вас, наш дорогой владыка. И поверьте, наша с вами история не заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...